Очень рады все друг друга видеть, потому что Дни Архитектора, по-моему, очень многие не видели. То есть все лето прошло, все замечательно выглядят. Спасибо большое, что вы пришли. Хотим прежде всего сказать спасибо нашим партнерам в салону концерты. Многие здесь впервые, кто-то уже знает этот партнер. Я, например, первый раз его увезла, мне очень понравилось. И говорить мы будем о кухне, среди которой мы находимся. Потому что в этот раз мы решили немножко поменять наш порядок презентации номера. У нас в сентябре вышел номер, сентябрьский, который мы будем презентовать основной послезавтра в Рожьбово-Артмосфере. А сегодня мы будем говорить о приложении к этому номеру, которое вы все видите, которое продается на 10 дней. И посвящено оно кухням. Ну, в самом широком понятии слова кухня. То есть мы не говорим только о новых моделях, о каких-то уходных аксессуарах, о выставках уходных. Мы говорим о культурном феномене кухни, даже не только о кулинарном его аспекте, а в целом. Потому что вы знаете, что есть масса каких-то модных течений, включая фуд-дизайн, которым увлечены очень многие. На котором очень многие сейчас делают какие-то свои проекты и так далее. И строят свою деятельность. Есть какие-то более человеческие вещи, скажем, как собственное отношение к питанию, как части образа жизни и так далее. Но в любом случае это очень важная вещь, без которой мы не можем жить. Поэтому стоит делать ее красиво и как-то со смыслом. То есть если уж питаться, то если неправильно, то с удовольствием. Поэтому сегодня мы постараемся как-то объяснить, каким образом наше концептуальное приложение к журналу кухни может помочь в этом нелегком деле. И как оно может быть полезно вам, дизайнерам, архитекторам. Какая у него структура. Это приложение у нас выходит уже несколько лет. Каждый раз в сентябре. Кроме него выходят еще ванны. В этом году выйдет классика. Дальше еще выходило приложение концепт, которое, возможно, мы возобновим. Наши любимые. Но в любом случае это не просто сборник моделей кухон. Это отдельный документ, в котором мы собираем разные точки зрения, разные концептуальные подходы. Какие-то открытия и новинки в области кухни, питания, будь дизайна, ресторанного дела и так далее. И всем, что связано с словом кухня и понятием. Так, начнем. Я немножко пройдусь, так как о кухнях на наших дизайн-встречах я еще не рассказывала. Немножко пройдусь по самой структуре приложения. Оно небольшое, но структура у него такая-то, такое остальное приложение. Вы уже к ней привыкнете и будете понимать, чего от них ждать. Начинается номер с рубрики «Диалоги». Это рубрика, в которой собрано мнение профессионалов, дизайнеров, которые работают в этой сфере. В данном случае это не люди, которые просто работают с кухонной мебелью. Это известные европейские дизайнеры, которые делают рестораны. Рестораны, именно не какие-нибудь там шикарные рестораны, а рестораны концептуальные. То есть, которые сделали определенные открытия, вдохнули какую-то жизнь в концерты. Там, будь то slow food, будь то fast food. Но в любом случае, они работают осмысленно и есть что сказать. И в этой рубрике «Диалоги» они отвечают на наши вопросы. И в ней можно, как и в рубрике «Мнение», которая есть в основном в журнале, найти очень интересные мысли, которые будут полезны профессионалам, то есть вам. Дальше. Дальше у нас идет рубрика «Книги», которая мне очень нравится. И это одна из многих рубрик. Ну, вроде бы я весь журнал читаю до того, как он выходит в свет. Но эту рубрику я люблю к ней возвращаться, потому что, когда ее читаешь, ты все время хочешь открыть что-то новое. То есть, найти эту книгу, все-таки прочесть. И написано одна весело и интересно. Мы выбираем книги не какие-нибудь там скучные, а такие, которые могут как-то развлечь. Вот, например, из всех книг, собранных здесь, мне больше всего понравилась последняя в этой рубрике, которая называется, мы статью называли «Как обойти в супермаркет». Написал ее парень из Австралии. Вот наверху видите, как вы жизнерадостные, упитанные. И смысл этой книги в том, что он передает свой образ жизни. То есть, это не просто человек, который, скажем, шеф или повар, он занимается едой. Но он занимается ее как бы бескомпромиссно, от начала до конца. То есть, он считает, что не только нужно, скажем, вырастить свои овощи, или покупать только у местных производителей. Вот то, что вы много раз, наверное, уже слышали, вот этот эко-подход, вот эти все зеленые концепции. Нет. Этот парень считает, что вообще то, что он подает к столу, это должно быть не только выращено собственными руками, но если это мясо, оно должно быть и убито, так сказать, собственными руками. То есть, он охотник, рыболов, специалист по переходу в разные состояния пищи. То есть, например, у него ничего не пропадает. То, что у него остается у стола, он отправляет либо в компостную яму, либо в какие-то другие моменты. При этом, вот без такого фанатизма, вот свойственно дизайнерам, когда они говорят о ресайтинге и так далее, он просто вот такой натурал. Ну, это, понятно, не будет не видно. Он такой, как бы, честно, без напряжения, но он считает, что истинное удовольствие от жизни и от еды, как такое, ну, самое яркое проявление бытия, может быть, на него, можно получить только, если вот это очень-очень натурально к этому относиться, то есть, своими руками добыть эту еду, как сказать, вырвать ее от природы и употребить ее по всем правилам. Поэтому эту книгу мы вам советуем прочесть и принять это все внимание. Вот у нас есть очень интересный проект, связанный с кухней, тоже такой легкий и необычный. И о нем вам расскажет автор этого материала, Надя Шейкина. Добрый вечер. Этот проект, он более концептуальный, нежели практичный, и даже больше философский. Авторы его — это пара дизайнеров, они работают в дуэке из Австрии. И этот проект они специально сделали для фестиваля дизайна в Берлине. Как мы знаем, Берлин — город особый, и фестиваль дизайна там тоже особый. И они представили этот концепт на конкурсе. Но конкурс заключался не только в том, чтобы просто показать свою работу. Они более недели ходили по Берлину с этой портативной кухней, раскладывали этот маленький ресторанчик на разных площадях, сферах. И приглашали прохожих присоединиться к ним, вместе готовить, вместе есть, болтать о том и сом. И суть этого концепта в том, что пространство, ничего из себя не представляют, если там нету людей, и нету какого-то одухотворения человечества. И в этом наборе очень много чего предусмотрено. Десять стульев, например, мойка, система спива. Также там есть даже ящик для выращивания трав пряных. То есть очень много чего предусмотрено, и они также предлагают, они делают эту модель не на продажу, и говорят, что это больно со спросом, кто-то эти портативные кухни покупает и ходит с ними так же по городам. Но вот суть в том, что нужно общаться, и что пространства городские не принадлежат никому, в то же время являясь общественными. И таким образом, да, едой можно их населить и какую-то идею не вздохнуть. Спасибо. Дальше идем. Вот еще один проект, связанный тоже с концепциями путь-дизайна, с голландским дизайном, о котором вы все много знаете, и мы очень много об этом говорим, как и все остальные средства массовой информации в последние годы. Этот проект состоялся в Ховене, и в нем участвовали очень известные вам состраницы нашего журнала-дизайнера. А куратором его была Мараева Гильзанг, которая приезжала в Киев, если помните, может быть, кто-то был на ее мастер-классе в Воздвиженском несколько лет назад. Это девушка, которая была, наверное, таким очень большим двигателем фут-дизайна, которая ему смысл очень сильно придала, в том числе и в глазах нашей аудитории. Она делала интересные сервировки, делала интересные культурные проекты, связанные с фут-дизайном, и организовала такую выставку, в которой смогли поучаствовать многие голландцы. Она, опять же, на тему еды, как культурной концепции. То есть здесь те, кто был в Ховене, те, кто видел голландский дизайн, и знают его изнутри, знают, что это дизайн очень концептуальный, и такой немножко тяжеловато, надо для восприятия, потому что связано с какими-то не очень аппетитными моментами, даже когда идет речь о фут-дизайне, то есть о еде. Но на самом деле они всегда не шутят и говорят на полном серьезе. Если там, например, где-нибудь в Британии вы можете увидеть концепции, которые как бы в шутку сделаны, но непонятно, люди шутят, не шутят, но есть вероятность. Но тут, если человек предлагает машину для того, чтобы выращивать мясо животных из их клеточного материала, то это на полном серьезе. За ним какая-то есть техническая уже база, и этот человек через несколько лет будет возглавлять какое-то китайское дизайн-бюро, которое будет этим заниматься. То есть Инховен – это фабрика мозгов, которая поставляет эти вот дизайн-мозги для теперь уже не только Европы, но и Азии, и Америки. Поэтому вот все эти немножко, ну как по мне, так я серьезно к этому отношусь и вдумываюсь, такие пугающие концепции, по сути, клонирование животного мяса, но они очень гуманные всегда. То есть для того, чтобы не убивать животных, на фермах животные будут жить как образцы. Просто вот самое красивое животное, самое послушное, я не знаю, будут выбирать для того, чтобы отсканировать его ткани и использовать их как образец для вот этой машины, которая будет вот это вот мясо, так сказать, наращивать и вырабатывать. Возможно, вскоре это будет делать и с овощами, и с другими продуктами питания. Вот, кстати, Гайз Бакер присутствовал на этой выставке. Мы о нем много рассказывали на наших встречах. Это такой гуру дизайна голландского, который теперь, к сожалению, ушел из Эндховенской академии. И вот мы с замиранием сердца следим за тем, что же произойдет с голландской школой академической дизайна. Но пока с ней ничего нового не происходит. То есть как бы на Бакеровской волне все еще продолжают презентовать такие странные и прекрасные проекты. Там на предыдущем развороте вы видели огромное панно. Как бы если говорить об изобразительной стороне, то вот огромное панно из разных продуктов питания, сделано по принципу, ну, пантоновому принципу, то есть по принципу цвета. Потому что мы должны воспринимать еду всеми органами чувств, то есть не только там сезание, ровня, но и всем, что у нас есть. И вот голландцы пытаются нам об этом таким образом сконять. Давай дальше. Вот такой интересный проект. Дальше опять проект, о котором нам расскажет Найя, потому что это ее материал. Это еще один проект. И опять же он более творческий и совершенно непрактичный, хотя кому-то он может пригодиться в смысле психологии. Увидеть эту инсталляцию можно было в Милане в апреле, во время этого музея детайна на зоне Тартона. И заключалась она в том, что на большом столе разные предметы сервировки и аксессуары кухонные были представлены в виде города. Вот шпажки для фуршетов. Это были деревья. Это молоток для отбивания мяса. То есть это тоже какая-то архитектурная форма. И давайте дальше полистаем. Перечницы и солонки. Тоже как огромные небоскребы. И вот формочки для выпечки разных достопримечательностей из разных европейских столиц. И так и бросятся тоже в эту компанию. Самый высокий объект там, наверное, был вот такой. То есть так, если не подойти очень близко, они рассматривают? Ну да. И, кстати, в этом... Вот на зоне Тартона в Милане был не один подобный проект. Были также вот как-то дизайнеры склонны были... Мельчить. Мельчить или, наоборот, играть с масштабами. Например, была бижутерия, которая была создана по образцу небоскребов. Каких-то больших архитектурных зданий, но она была очень маленькая. Игры с масштабами, это как-то популярно. А суть этого проекта в том, что может быть, кто-то не любит готовить, а кто-то любит... А кто не любит, может пофантазировать и думать, что это игрома, играть, как мы, конечно, все любят. И в том, что фантазия уместна и на кухне, и в любых других пространствах. Спасибо. А вот рубрика, которая не требует никакого интеллектуального напряжения, но она у нас есть в каждом журнале. И здесь у нас, по-моему, сколько? Десять, да? Вот из разворотов рубрика «Галерея». То есть это просто красивая картинка, которую вы можете смотреть и вдохноваться на тему. Что там в матюх, пальцем показывает? Я вижу, как хорошо написано. Хорошо написано, да? Словно-карьерка. Ну, видите, как можно просто заголовки прочитать и листать журналы, и чувствуешь себя читателем. В армии, в армии. Ну, да, я понимаю, что... Я сама люблю такие рубрики, в армии. Хорошо понимаю. Мы не любим напрягать людей, особенно дизайнеров. Да, вот это хорошая вещь. По-моему, быть, для архитектора это слишком обыденно, но нам нравится. Можно попробовать? Нас еще ждет рассказ о выставке мальчик, поэтому мы тут немножко спешим. Вот, обращаю ваше внимание, что в приложении кухни у нас есть интерьер. Интерьеры, конечно, прежде всего, это рестораны или небольшие какие-то концепции, типа пиццерии и так далее. Вот тут интересная из Израиля пиццерия, которая сделана как бы минимальными средствами. Мы стараемся уделять внимание таким проектам. Они, кажется, нам более интересными сейчас, чем какие-то очень большими вложениями, очень высокобюджетные. Потому что тут какими-то очень интересными просто и довольно простыми приемами дизайнерскими создается определенная уникальность, идентичность, и которая точно указывает на то, что здесь подают вкусную пиццу, и здесь удобно, и уютно, и этот интерьер легко изменить и каким-то образом дополнить. Пойдемте дальше. Вот еще один голландский проект студии Тьепа, который мы много пишем. Сделан их тоже в таком модном ключе итальянского домашнего ресторана, но очень по-голландски расположен в техническом помещении. Там не без голландских включений, они очень любят переделать какие-то фабрики, практически ничего не меняют, оставляют технические узлы и так далее. Ну, тут добавили такую прекрасную теплоту, вот эти вагончики, интересные для того, чтобы уединиться отдельные формы на возвышении. Думаю, что тут есть чему поучиться, в том числе и простоте. Это контрастный немножко интерьер Парижа, на Сен-Анерре, и он такой довольно суфистикой, то есть люди там уже сделали все, что могли. И концепция, и витражи, и ощущение какой-то дегаданца, надломленности и всего остального, что определенно, наверное, понравится его посетителям. То есть здесь мы показали какие-то разные подходы, более или менее указывающие нам на путь ресторанного дизайна в современном мире. И, наконец, заключительный материал этого номера, мы вам не все здесь показали, но многие, которые традиционно у нас в каждом выпуске. И это подборка лучших, на наш взгляд, либо это кухни, либо рестораны, фрагментов интерьера, которые мы печатали за последний год в нашем основном выпуске, в нашем основном номере. Мы сделаем выборку и печатаем их в кухонном, для того, чтобы вы, ну, также есть здесь несколько новых, чтобы вы увидели их в концентрированном виде и могли использовать в своей работе. Вам было бы это удобно. Надеемся, что таким образом мы делаем доброе дело. Вот. А теперь, недавно, многие из вас знают, в Милане прошла в конце прошлой недели, на этот уикенд, выставка мачек. Выставка эта посвящена декору. Там много декора, которые связаны с кухней, с посудой и так далее. И Наташа Компаниц, наш редактор, посетила эту выставку, и вы будете первыми, кому она расскажет о своих впечатлениях. А послезавтра в Рожь-Бабуа, в Демосфере, мы продолжим уже этот репортаж. Будем говорить не только о кухнях, о других новинках выставки мачек. Добрый вечер. Выставка мачек проходит в Милане дважды в год, в сентябре и январе. Уже много лет, несколько десятков даже лет. В данный момент в Ро-Фьера, в котором наверняка многие из вас были, очень красивый выставочный центр. И выставка не относится к разряду концептуальных, а скорее в полной мере можно назвать ее абсолютно практичной. Главный интерес она представляет для байеров, безусловно, которые приезжают со всего мира и могут выходить по бельонам, выбирать себе новых компаньонов для своих магазинов или лавочек небольших, а также для тех, кто работает активно с ресторанами и с кафе или же оформляет какие-то общественные интерьеры, где может пригодиться посуда. Для журналистов и для обычной истории эта выставка представляет интерес, потому что она вдохновляет на то, чтобы готовить, полюбить кулинарию, полюбить мелкий декор, который в каждом доме всегда присутствует. В данном случае мы видим новинки в фабрике Олеси, которая очень известна, но, к сожалению, не представлена в Киеве практически. Возможно, кто-то продает из салона, мне подсказывают, что да, но в салоне Олеси официального нет. На выставке представлено несколько павильонах, посвященных кухням, в которых всегда очень воспевают итальянские продукты, поскольку выставка итальянская, поэтому всегда есть очень много приспособлений для хранения оливкового масла, для нарезания пиццы, для выпекания пиццы. Для приготовления и подачи кофе, для отмерения пасты, для ее вынимания из кастрюли. Также очень много канцелярских объектов, которые в каждом разом все веселее и веселее. Есть, безусловно, момент копирования, к сожалению, или же, может быть, это нормально, но, тем не менее, более дешевые фабрики копируют более дорогие, тяжелее си, но, тем не менее, это все равно доступно многим людям и имеет право на существование. Также есть раздел, посвященный текстилю, или же для дома, для аксессуара для кухни, или же для спальни, гостиной. Это, в данном случае, трубка для айфона была, возврата к традициям. Очень много подарков, поскольку, тоже я так понимаю, что сектор подарочных магазинов во всем мире один из самых прибыль, поэтому в павильонах очень много людей всегда. Многие хотят что-то приобрести, но на выставке, к сожалению, купить ничего нельзя, только лишь в последний день и можно договориться о поставке оптовой. Канцелярские принадлежности, текстиль. На выставке большинство производителей итальянцев, но также есть отдельные зоны, посвященные скандинавским производителям и участникам. В этом году была большая зона, посвященная интернезийским, скорее ремесленникам, чем производителям, но это было тоже интересно. Есть какие-то ультрасовременные придумки, есть, например, классические, потому что Италию довольно сложно представить без традиционной мебели и традиций, поэтому организаторы очень помогают своим местным фабрикантам и посвящают этому также отдельные зоны. Это скандинавский производитель Эва Соло, который очень элегантный, в то же время веселый объект. В какой-то момент выставка конкурировала с Мазоном Же Парижским, но в данный момент перестала это делать, потому что все поняли, что у выставок направленности разные, не стоит друг другу переходить как-то дорогу, и Мазона повернее. Мачо все же концентрировался на практичных объектах и не распыляется на какие-то ультра-концептуальные. Эта фабрика была производящая текстиль. У них есть как и классические, так и смешные современные ковры, но при этом очень высокого качества и очень дорогие. это кухонное приспособление. Очень популярен силикон, который приспосабили просто ко всему для только для льда уже, для приготовления в духовке, потому что он держит огромная температура и позволяет все, что будет. Это очень забавный объект, собственно, можно свидетель, что происходит для использования лимона. В общем, мне вполне понятно, насколько при частном использовании приготовления пищи дома это удобно, но, тем не менее, производители вот что-то такое придумывают. Порой кажется, что разрезать лимон пополам и просто из него выжать сок намного быстрее, но они думают иначе. Это популярный объект в Талии для отмерения порции пасты, потому что зачастую тоже все ошибаются. Оказывается, что ее мало-мало всегда в каструль добавляешь еще с десяток и получается, что ее много в результате. Это бытовая техника. Это был прибор для собирания крошек. Очевидно, батарейка. Это тоже были скандинавы. Это итальянцы. посуды невероятное количество и на все вкусы представлены на из турки. Это классический производитель пилари, который, наверное, многие из вас знают. Они тоже экспериментируют с какими-то шутками и довольно дорогой фарфор украшают таким образом. фарфор своем же стадии на классической мебели стоят такие смешные статуэтки на грани скетча. Эта фабрика довольно простые объекты, но в данном случае привлекло интерес графических дизайнеров, которые украсили птицами довольно примитивными, с настроением. Спасибо.